Ирина, ну-ка принеси мне пистолет там в кабинете в правом ящике Держи и не подумаю, я еще не сошел с ума, если хотите стреляйте со своим папочкой Ксения, карты захвати Да взяла, взяла И мелочь захвати, ты никогда не отдаешь Анатолий, возьми программу передачи, нам должен быть, кажется, футбол Возьму, Дихон Семенович И мелочь захвати, тоже никогда не отдаешь Ира, ну зачем нужна я тебя накашляю? Я не понимаю, что там делать Поехали бы на дачу, с утра за грибами Я утром приеду Тогда позвони, я тебя на станции встречу Встретишь, если папа машину тебе даст Честно говоря, меня твой папа с его машиной, с его картами Ты мне мешаешь Анатолий, мы тебя ждем Ну-ка, Серега, давай Давай, покажи класс Мы тебя поставили Вот, 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 красавчик Сержант, десять из десяти после трех стаканов Кто ставит на сержанта? Давай Мальчики, давайте по червончику, по червончику Сержант, ты что, сдаешься? Девять из десяти Девять из десяти Десять из десяти Вот это Получи По червончику Леша, Леша, постой. Ну, чего ты остановился? Да я как-то не рассчитывал. А я рассчитывала. Ну, пришёл же уже. Не, Ир, я лучше… Слушай, Ир, давай здесь поговорим немного, а завтра я уже… Ты никуда не пойдёшь, разве ты не понял? Неудобно как-то, не ждали. Не ждали, не ждали. Ну, вот. Никого нет. Погоди, как это никого нет? Всё. Разговоры закончены. Не вздумай снимать туфли, у нас не разуваются. А, раньше разувались. Слушай, а почему собака не ловит? Какая собака? Ну, та, пятнистая. Нет никакой собаки, проходи. Никто на тебя лаять и кусать не собирается. И я, в том числе. И я, в том числе. Ну, снимай плащ, садись за стол. Я сейчас что-нибудь соображу. Зачем на стол? Не надо на стол. Ну, конечно. Столько лет не виделись и что, чай даже не попьём? Садись, садись. Да садись, сними ты сумы, Гинтош. Господи. Знаешь, я так посижу. Ну, как хочешь. Вот, вчера пекла, как знала. Половина мамы на дачу увезла. Конечно, надо было тебя к себе пригласить, но Анатолий затеял ремонт. Знаешь, стены крушим, полы меняем, окна бьём. Весело, значит. Живёте. Я очень долго искала квартиру, пока, наконец, не нашла ту, которую хотела. Патриаршие пруды и все вытекающие отсюда последствия. О, Господи, зачем я так много говорю? Я же хочу о тебе всё знать. Я же совершенно ничего не знаю. Ты как жил все эти годы Виктором? Как жил? Как жил? Нормально жил. Почему опоздал? Почему в школу не пришёл? Не получилось. Почему не получилось? Да ты рассказывай, Викторов, рассказывай. Да это всё из-за самолёта. Один рейс, неразбериха. В общем, вместо меня японец в Москву полетел. Как это? Как, как? Подошла девушка, сказала, что этому японцу очень нужно Москву. Попросили уступить место. И ты, конечно, вступил. Но ведь необходимо было этому японцу в Москву. ПОЁТ 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 Правильная песня. Кто написал, не знаешь? По-моему, это из кинофильма. Из кинофильма. Ты Анатолий, не умничай. Толечка, вы домой звонили, пришла Ираю. Сейчас позвоню. Ир, а ты трубку брать не будешь? Не буду. Ну, давай, рассказывай про свой аэропорт. Ну, чё ты молчишь, Векторов? Ну, ты чё, прям как на допросе. Да давай, рассказывай. Ну, день так просидел. Там один диспетчер забыл другому передать. Потом нелётная, потом пересменка. Сказали, что по тому же билету сначала. Потом говорят, нет, плати по новой. Ага. И ты, конечно, заплатил. Да мне по заре слететь надо было, там же мать. И так, когда я прилетел, её уже похоронить успели. Там же в больнице быстро. Что? Когда они мне телеграмму отстукали, что она плоха, она в тот же вечер сразу и померла. Ты прости меня, Лёш. Я ж не знала, что Зоя Владимировна. Ты прости. Да ладно, Ир, все через это проходят. Только врачи сказали, что мучилась. Ну вот, сейчас мужик придёт. То ли отец, то ли муж твой. А то и оба сразу. Глупо. Глупо и стыдно. Я ведь думала, ты повеселиться приехал. Прошлое вспомнить. А тут жизнь во всей своей красе. Нормально, нормально, Ир. У всех это бывает, не только у меня одного. Так что нормалёк, Риш. В смысле, дом-то наш помнишь? Помню. Правда, соседи в комнату матери въехали. Меня на порог даже пускать не хотели. Не знаем, говорят, никаких родственников. Как это не хотели? Ну, ведь есть же какие-то законы. А ты бы с полком ходил? Да пошёл ты. Значит, пойду я. А завтра, если хочешь, увидимся. Прошлые годы вспомним. Здрасте, пожалуйста. У меня всё готово, он пойдёт. На, вот рюмки. Зачем рюмки? Я же не пью. Ну, сок выпьешь или пепси-колу? Сок — другое дело. Ну, тогда стакан. Бери стакан. Есть! Йо-ка, ла-мане. Что такое? Что случилось? Да, пробка эта. Какая пробка? Да, если у меня привычка, это пробки бутылочные кусать. Вот и поплатился. Так, это надо перекись, я. Нужен перекись. Я щас перекись принесу. Все, нашла. Иди быстро. Да зачем? Быстренько, быстренько, давай. Не надо, не надо никакой перекиси. А что ты там делаешь? Ничего. Ну, показывай, что ты там прикусил. А, опять телефон. А это нечего, если плащ сниму? А ты еще в плаще? А я уже привыкла. Давай, давай отнесу. Не хочу уходить. Я ужасно рада, что мы встретились с тобой, Леш. А ты ешь, ешь. Телефон опять. Ну, Толя, собрались однокашники, давно не виделись. Скоро придет и позвонит. Ну, просил же позвонить. Ладно, не хнычь. Бери карты. Ты тоже оставь свой английский. Давайте. По сколько играем? По копеечке или по десять? Ну, все, начал лениться. Опять перепелись там, на подстанции мерзавцы. А, тот же, я их предупреждал. Ага. Так, по сколько? По копеечке, по копеечке. По десяти. Тоже русский. Рокфеллер. Так, у кого девятка, Анатолий? Угу, девятка у тебя? Заходи. Я изменялась, Векторов. Ты? Да вовсе нет. Совсем. Ну, разве что немного. Похудела. Посолить не стала. Ну, не знаю, как сказать. Постарела. Да ты что, Ир? Вовсе ты не постарела. А ты тоже не изменился, Векторов? А, так бывает. Едешь куда-нибудь на день, и столько может произойти, а потом возвращаешься, а там листок с дерева не упал. А что ты о себе ничего не рассказываешь? Ну-ка, давай выкладывай. Я все хочу знать. Да потому что рассказывать-то нечего. Нечего. Ну, как это так нечего? А ты давай, вот с самого начала, с того момента, как мы, как тебя в армию забрали? Ну, забрали. Ну, служил. Ну, служил. Как служил? Ир, как все служили, так и я служил. Ну, а дальше что? Дальше-то что? Дальше в госпиталь валялся, потом комиссовали меня из армии. А почему комиссовали? Почему в госпитале? Тебя ранило? Ну, чего ты молчишь? Ну, ранило. Тебя? Как это, Леш? Это же ты. Как тебя могло ранить? Ну, ведь война же была, Ир. Ранило, это нормально. Война. И как тебя ранило? Куда? Семерку червовую ты держишь? А? Давай, клади, не дури. Тихо, ну, это же игра. Игра, игра. Ну, что мы тут в темноте будем? Ну, а потом я женился. Там, в госпитале. Почему в госпитале? Почему ты женился в госпитале? Ну, не в госпитале, а она из госпиталя. Ну, в госпитале работала. Вот как? А дальше? А дальше поехали к ней, в эту, как ее, на букву Ч. Туда поехали. Она там жила. Ну, в этой, как ее, на букву Ч. Чита? Точно, Чита. Точно. Значит, ты теперь в Чите живешь? Ну, почему же сразу в Чите? Ты же сам сказал, что ехал к жене. Ну, да. А дети есть? Есть. Сколько? Один? Двое? Да. Что да? Двое? Да. Ну, и кто? Мальчики, девочки? Да. Значит, и мальчик, и девочка. Да что я себе все клещами-то тяну. Мальчики? Да. А девочки? Девочки нет? Есть. И как зовут девочку? Как? Наташа, Нина, Зоя, Рая, как? Ну, а мальчика? Танька и Панька. Понятно. Понятно. Ну, а работаешь где? В гараже. В гараже? Как это? А что, плохо? Нормалек в гараже. Триста, зеленью имею. Плюс халторы, плюс бензин. Квартиру в гараже дали. А почему в гараже-то? Ну, в смысле, от гаража. Ну да, от гаража. Конечно, с вашей-то не сравнить, но квартира. Вода горячая есть. По утрам дают. Глупость какая-то. Слушай, Ир, че-то мне как-то это мутно че-то мне. Сделай со мной что-нибудь. Что вы сделаете? Ну, что-то с ним делаешь, когда он перестает соображать. Я что-то совсем не соображаю. А я должен, Ир. А то договорились с ним. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Пока. Пока. Мамин, как ты? Мамин, как ты? Прекрасно. Что? Никогда не думал, что это так приятно, когда женщина голову моет. Я тоже. Что тоже? Не думала, что так приятно. Знаешь, Ирка, плохого ничего не помню. Но вот, когда мы шли под дождем по бульвару, только дождь начинается, а я запах сирени слышу. Даже осенью, даже под душем. Это рефлекс условный. Вот если бы Иван Петрович был жив, я бы к нему пошел. Какой Иван Петрович? Павлов, ну тот, что с собаками в школе проходили, помнишь? Вот он бы мне на голову капнул, у меня перед глазами и ты, дождь, бульвар. Слушай, что-то пожрать захотелось. Правда? А хочешь курицу или отбивные? Что хочешь? Нет, ты мне яичницу сделать можешь? Нет, не могу. Ну вот, вот, растягай, котлеты доваляй. А яичницу, Ира, простую яичницу, но… Ну хорошо, стой здесь, глаза закрой и считай до пятнадцати, а лучше до двадцати. Готов? Раз. Ну подожди, дай я хотя бы на кухне добегу. Два. Три. Четыре. Пять. Кто не спрятался, я не виноват. Что ты, Леша? Что ты? Что ты, Лешенька? Молчи, молчи. Не смотри на меня. Не смотри, мне стыдно. Страшно стыдно. Сейчас я тебя отпущу. Родной. Сейчас я, сейчас. Да прости меня, Алешенька. Прости. Яичница, проклятая, горит. Ну а кто тебя заставлял ее готовить? Если бы ты только знал, как тут все было, если бы ты только знал, я думала, в глаза не смогу тебе смотреть больше. Чушь, чушь, чепуха, слышишь? Не было ничего, не было. Куда тебя ранило, Леша? Да ну, давно это было. Не надо. Скажи. Да не надо, я уже забыл об этом. Скажи, куда? В голову, в руку, в спину. Куда? Ну, в грудь, ну. Покажи. Ты сковородку выключи, смотри, что творится. Сейчас сюда еще пожарный плюет. Ну. Покажи. Господи, тебя же могли убить из-за меня. И здесь же всего двадцати метров от сердца. Ты прости меня, Леша. Прости. Ира, ну не надо. Встань. Прости меня, господи. Встань. Так. Так. Сейчас яичницу будет готовить старший сержант Викторов. Да какая яичница? Я выпить хочу. Выпить? Да, выпить. Принеси, ну. Сейчас. Да куда ты? Ну, там же. Где там? В холодильнике возьми. В граффити. Ага. Ну, наливай, что ты стоишь. Сюда? Сюда, конечно. А куда же еще? Ну, как хочешь. А стрелять не будем? Ага. Что? Так, ничего, ничего. Ну, где твоя хваленая яичница? А, это я сейчас. Семь секунд. Какая мерзость. Фу. И запах какой жуткий. Как же ее пьет. Как, как? Отвернуться и на выдохе, чтоб не нюхать. А если б нюхать, так ее бы и не пили. Знаешь, я тебе в начале хотел письмо написать. Не знал, как начать. Напишу, уважаемая Ирина, а потом думаю, это как-то и не к тебе. Ну, просто, Ирина, тоже не то. Не милая же писать. Мы ж тогда даже и не попрощались. Ну, а потом меня ранило и пошло-поехало. Я все поняла, только поздно уже было. Потом мать сообщила, что ты замуж вышла. Куда писать? Господи, взять и с собой все разрушить. Ир, яичница опять сгорит. Елки-палки. Я себе с пола возьму, а тебе тут на сковородке осталось. Нет, я с пола. Ир, ну прекращай, ну. Не желаю есть не с пола. Что? Я все вспомнила. Вспомнила, как ты джинсы свои искал. Да, ну тебе. Главное, подушкой закрылся и по всей квартире, а не ванной. А я знала, что они ванной, а он с подушкой. А у мамы глаза такие, а папа вообще. Это они. Кто? Да-да-да, это они. Ты о чём, Ира? Это они. Танцевать. Что? Танцевать, танцевать. Танцевать? Танцевать, танцевать, да. Иди сюда. Ну, я же с тобой никогда не танцевала. А я хочу с тобой танцевать. Иди сюда. Я мечтала с тобой танцевать, знаешь. А что это? Что? А где моё платье? Платье где? Почему я должна танцевать в халате и в этих вот? Ир, оно же мокрое. Да? Ну и хорошо. Ну и прекрасно. Я поняла. Ты тоже будешь танцевать в халате и в этом. Сейчас принесу. Принесу сейчас в халате и в этих тапках. Нет, зачем? Ты будешь красивой. Красивой будешь во фраге. А я как залышка буду. Как залышка буду в этих вот. Ириша, ну зачем это, а? Ты знаешь что? Не умничай. Стой здесь. И жди меня, а я музыку. Музы-ку, музы-ку. Так, это не то. Это не то. Это не то. Это не то. И это не то. Мусорский. Ну она же где-то была. Ир, ну какое это имеет значение? Имеет. Я же ее специально покупала. А ты стой там. А я стою. Ну и стой, молчи. А я молчу. Вот и молчи. Ой, вот она. Я ее говорила. Ну еще она спряталась. Сейчас. Сейчас. Вот так. Вот. Вот. Вот так. Когда это было, когда это было, по стеною пылью. По стеною пылью, по волне моей памяти, я поплык. Я не могу. Все улыбается. Солнце, кожа, тоненькие, как лучки. Узел волос и шелка, сладкие, платья легкие. Ну ладко просто прохожая, как мы теперь. Далее Еще хочу, хочу еще Что-то у меня так голова кружится Это от танца что ли, не пойму, не знаешь? Не знаю Нет, это от того, что ты мне столько налила этой гадости Зачем ты мне столько налила? Ну ты же сама просила Ну и что? Мало ли что я тебя просила Ну почему ты всегда выполняешь то, что я тебя прошу? Ну почему всегда? Потому что всегда Помнишь, я тебе сказала, чтобы ты уехал? И ты уехал А почему ты уехал? Ну я же дурой была, дурой была, маленькая дура А ты взяла и уехала И даже не знала тогда, что у меня должен быть ребенок А ты взял и уехал Постой, ты же говорила, когда мы сюда шли, что у тебя нет детей Это от него не было, от него, от тебя был Был, от тебя Ну я же не сам, ты прекрасно знаешь, ну Знаю, знаю Знаю, что ты уехал и женился там, на этой чите На обезьяне что ли женился? Не-не-не-не-не Да, на обезьяне Я сказал, что живу в чите Да, на обезьяне Это моя пластинка Я сама ее покупала Не бьется, гадина Ир Ир Ну почему она? Какая я тебе Ирочка, посмотри на меня, какая я тебе Ирочка! Я Ирина Тихоновна, понятно? Понятно. Ну вот, а вы женитесь в Чите, на Чите. А вы что, лучше найти не могли? У меня от него ребенок, а он женится там на Чите. Что ты молчишь? Скажи, как ты можешь молчать с женщиной, из-за которой тебя чуть не убили? А я знаю, что тебя чуть из-за меня не убили. Я же видела, вот здесь у тебя прям шрам вот так на два пальца от груди. Я видела, что ты молчишь. И ребенка ты не видел своего, тоже из-за меня. Ну, скажи. А, знаю, знаю. У тебя ж все нормалек. У тебя ж триста. Зеленых и халтура. И своих двое. Как ты им зовут? Кришка, Мишка. Как, так? Как? Так? Так. Не слышу. Громче. Так? Так. Ох, ой, 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 бедяная мамочка. Ой, Лешка, не смотри на меня, она же старая. Ой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, я очень тяжелая. Ну что ты? Ты ни на грамм не поправилась. Ты просто подлизываешься. Ну я же помню, как я нес тебя тогда, в ту ночь. Знаешь, когда ты меня сегодня поцеловал, я сразу отрезвела. Надо, чтобы в отрезвителях пьяни целовали. Не понимаю, как я мог жить без тебя все это время? Поцелуй меня еще, а то я опять пьянею. Пьянею. Лучше? Нет, еще. Старые дураки. А мне кажется, что мы с тобой только сегодня стали за рубежку. И до прихода моих родителей еще целая ночь. Ира, вот ты скажи, когда мы шли с тобой, ты хотела, чтобы я тебя поцеловал? Хотела. А я, идиот, боялся. Будто не было этих двадцати лет. Знаешь, если бы ты мне сказала, я бы никуда, никогда бы отсюда не ушел. А как же семья? Какая семья? Ну, Танька, Ванька, как они? Оставайся. А утром нагрянут твои, и все начнется сначала. Не нагрянут. Стоит нам только захотеть и... Ой, Ира, чудес на свете не бывает. Но мы же с тобой все-таки встретились. Ира, 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 ира. Послушай, Ира, а то, что ты говорила про ребенка, это правда? Правда. И где он? Тоже на даче? Она. Она девочка. Девочка. А она с нами не живет. Как не живет? Ты что, отдала ребенка? Ты из-за него отдала ребенка? Да нет же, все не так. Она уже взрослая, ей 19 лет, скоро 20, и она живет не с нами. То есть, когда она была маленькая, она действительно училась в школе-интернате для одаренных детей. Она училась в хореографическом училище, очень талантливая. Она сейчас на гастролях в Париже. Значит, ты ее все время обманывала. Ну, почему обманывала? Ну, как? Ты говорила, что ее отец твой муж. Ведь так? А что ты так со мной разговариваешь? Сам, главное, уехал, женился. У него у самого этих это... Ну, извини, извини. Ладно. Я вовсе ее не обманывала. Нет, ну, то есть, пока она была маленькая, конечно, ей ничего не рассказывала. А потом я ей все рассказала. И именно поэтому она очень редко навещает бабушку и дедушку. Ну, а я? Обо мне. А она что-нибудь знает? Все. Все она знает. И про ночь-то, и про утро, и про то, как я тебя в армию не проводила. Все она знает. И про то, что все это устроили мои родители. Значит, я был прав. Ушел в армию и не вернулся. Но я ей сказала, что ты не вернулся из-за меня. Из-за того, что я тебя предала. Господи, как можно всю жизнь любить одного человека? Думать о нем. Мечтать о нем. Покупать какие-то дурацкие пластинки. А жить совсем с другим. Понимаешь, Ир, всегда хочется того, чего нет. Вот если бы это все не произошло, то и сегодняшней ночи тоже бы не было. Да нет, ты специально так говоришь. Ты свою жену любишь? Ир, понимаешь... Скажи, любишь или нет? Нет. А меня? Люблю. Тогда поцелуй меня. Опять опьянела? Нет, хочу. Хочу опьянеть. Там кто-то пришел. Ну что? Да я не шучу. Ну что? Но я не шучу. Иришенька! Ириша, детка, вы приехали. Мама, нагрянули. Ну вот теперь жениться заставит. Ладно тебе, Острюк. Диван собери. А я думаю, уже с балкона. Ира! Иду, мам! В чем дело? Почему вы вернулись? Как всегда, погас свет. Наш генерал разволновался и говорит, едем домой. Ох, темнотища. Что, здесь тоже свет выключили? И здесь тоже. Мама, это Лешка Викторович, если ты помнишь. Я вижу. Я все вижу. Здрасте, Ксения Васильевна. Здравствуй, Леша. Хотя, простите, я вас по старой памяти Лешей называю. Ничего-ничего. Ира, давай я пойду. Да вот, еще никуда ты не пойдешь. Мам, дело в том, что Леша негде ночевать, он у нас останется. Да, конечно, пожалуйста. А почему, собственно, негде? А разве Зоя Владимировна… Мама, да, Зоя Владимировна умерла совсем недавно. Алеша, не знала, простите меня, простите. Ничего, спасибо. Просто я сюда, телеграмма, туда. Телеграмма? А почему? Мама, в ее твою комнату въехали соседи. Как въехали соседи? Почему? Ира, не надо. А что, ты не знаешь, как делаются такие дела? А почему я должна знать, как эти дела делаются? Ты поди на кухню, приготовь что-нибудь, а то наши мужики придут голодные и гость у нас. И переоденься, будь добра. Садитесь, Алеша. Спасибо. Да вы садитесь, садитесь. Да, неприятная история. Как же это они могли так вселиться? Да просто все, вещи собрали и… Правда, вещи-то там. Просто я хотел фотографию отца найти, а она у меня одна. Он же погиб еще во время… И что же вы, никому не обращались? Да пустяки, Ксения Васильевна, не беспокойтесь. Ира, Ира, надо помочь Алёше. Вы знаете, у нас есть знакомый в исполкоме. Мы ведь живем в одном районе. Что вы, Ксения Васильевна, не стоит никого беспокоить. Я пойду, уже надо… Сиди. Ну, правда, куда же вы пойдете? Ира, я там в сумке принесла зелень. Свежая с нашего огорода. Ну, и как ваша жизнь проходит? Спасибо, проходит. Насколько мне известно, вы в нашем институте не восстанавливались. Да. Я другой закончил. Какой? Этот, автомобильный. А, автотранспортный, скорее. Скорее. Это что, экстерном? Да. И кто же вы теперь? Я инженер. Этот, автомобильный. Автодорожный, верней. И по-прежнему живете в Москве? Да, по-прежнему. Да в Чите он вам живет. В Чите. А Леша говорит, что он живет в Москве. А Чита, красивый город. Я никогда там не была. Странно, столько лет прошло, Ксения Васильевна. А я перед вами, как на экзамене. Стоит взглянуть на вас, у меня сразу все из головы вон. Леша, что же мне, как комплимент принять? Вроде я и не изменилась за это время. Да, как комплимент. Ну, а в личной жизни как? Женаты, дети? Женат, дети. А сколько детишек тут? Двое или трое? Ну да, может быть. Как это может быть? Нет, не может быть. Точно, Ксения Васильевна. Трое. Молодец, Алеша. Нынешнее поколение не очень щедро на детишек. И нам не до них было. Время было тяжелое. Вы знаете, Алеша, я слышала по радио, что семьям, у которых есть трое детей, будут давать трехкомнатные квартиры. Не будут, уже дают. И что, вам дали? Мне-то как раз и дали. Леша, ну что вы со мной так чудно разговариваете? Может, меня зло еще держите? Ну что вы, Ксения Васильевна, забыл давно и не вспоминал никогда. А может, тебе, Лешенька, душ принять? Легче станет. При чем здесь душ? А с Лешенькой после душа легче по душам разговаривать? Что ты, Ира, я ничего не понимаю. При чем здесь душ? Да так? Ни при чем. Ну, согласитесь, Алеша, наш институт был вам не по плечу. Я уже не говорю о своем факультативе. Английская поэзия. Кому она сейчас нужна? Автодорожная вам ближе? Намного ближе. Ну вот, видите, нет худа без добра. У вас отличная семья. Жена, дети, институт. И вы счастливы, наверное? Наверное. Ты можешь гордиться, мама. То большое счастье, которым владеет Лешка, делает двоих рук. Иди, открой дверь. Мужики пришли. А когда они голодные, они могут и дверь выломать. Да все, все, открываю. Господи, что случилось? Опять эти сопляки у Кереченки собрались. Кто-то в окно швырнул бутылку прямо в голову твоему мужу. Мужу. Пришлось аптечку распотрошить. Да куплю я вам аптечку, куплю. Да, ты купишь, дождешься от тебя. Извините, Алеша, я пойду помогу. Это вы меня извините. Да нет, ничего, ничего. Ира, послушай. Леша, ты скажи, ты меня любишь? Мне очень важно знать. Любишь, скажи. Ира, ты с ума сошла? Смотри, что вокруг дворится. Да мне наплевать. Скажи, любишь? Да. Нет, ты в глаза смотри, чтобы я поверила. Слушай, это я твоего мужа огрел. Что? Ну, бутылкой. Бутылочкой. Ой, мама. Я им устрою. Я им такое устрою. Шантропатлина волосая. Бутылки швырять. Могли же в машину попасть. А это кто такой? Пап, а это Лешка Викторов. Помнишь? Цель опознанно вижу, что это допризывник Викторов. Никак нет, товарищ генерал. Старший сержант запаса. Вот как? Уже старший сержант? Ну, поздравляю, поздравляю, поздравляю. А сколько же лет уже прошло? Пап, а Лешка ранен был. Ранен? Да не надо, Еруба, об этом. Нет, надо. Надо. Пап, у него прямо два пальца вот так от сердца его чуть не убило. Понимаешь, пап? Понимаю, очень понимаю. Молодец. Молодец, старший сержант Викторов. А ты думаешь, как родину защищают жизни на него свои кладут? Мужчина настоящий, солдат. А солдат и мужчина это вроде одно слово. Это твой чуть ему-то чиркнуло бутылкой по волосам. Он чуть от страха не умер. Наверное, даже и в штаны. Ну, ладно. Ладно, я тоже был ранен. Будет о чем поговорить. Верно говорю, старший сержант? А ты давай, что ты стоишь? Иди там своему голову перевяжи. Чего мать там с него возится? Сержант, а ты давай за стол. Мне только позвонить надо. Пусть они эту шантрапу приструнят. Не надо, Тихон Семенович. Это почему же? Ну, а вдруг это не они бутылку скинули? А, кто же? Они, они больше некому. Мало ли, а вдруг это я? Ну, да, да, тебе больше делать нехрен, как только всякую дрянь в окно вышвыривать. Давай, 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 давай. Это из старых запасов пойдет, как к себе, в казарму. Давай. Вот понимаешь, какое дело? Они там в отделении нашего дома как огня боятся. У нас тут начальник на начальнике. Позвоню, адрес назову. Могут не приехать. А вы не звоните? Да? Да. Ну, ладно, я сам тут порядок наведу. Ирина, минералки моей принеси. Ой, Тихон Семенович, когда вы так говорите, мне прям не по себе. Точно знаю, сделайте. А я трепаться не люблю. Я тут, Викторов, недавно узнал, что у меня желудок есть, кишечник там. Вот врачи прописали. Пью. Ну, так что ты говоришь у тебя нам с работой? Пап, да все в порядке у нее с работой. Чего ты? У тебя кто спрашивает? У нас мужской разговор. Ира, пойди помоги Толе. Ему плохо. Представляете, Алеша, какой-то хулиган выбросил из окна бутылку. И она прямо угодила в голову. Представляете, кому? Ирочкиному мужу. Ксения, ну что ты сержанту про какую-то бутылку рассказываешь? У него пуля чуть сердце не задела. Ой, да что вы говорите. Хотя сейчас оружия много, а у хулиганов тем более. Да каких хулиганов, Ксения? Ну, сержант на войне ранен был. Афган? Так точно. Поганное дело. Я ж только раз на коллегии против выступал. Ну, разве нас тогда слушали? Политбюро, политбюро. Тихон Семенович мне всегда говорил. Не надо нам было туда лезть. Не надо. Ну, полезли же, полезли. Ксения, там бы с сержантом что-нибудь покрепче, чем минералка. Ну, ладно. Ну, ты-то меня там вспоминал, а, сержант? Вспоминал? Так точно. Вспоминал. Ну, почему не написал? Ну, почему не написал? Мне многие ребята пишут, благодарят за школу жизни. Так и пишут спасибо, товарищ генерал, за прекрасную школу жизни. Я тут книгу пишу. Я туда все письма вставлю. Ох, два-три есть такие. Просто слезы наворачиваются. Господи, как пишут ребята, как пишут, мне часто снятся те ребята, друзья моих военных дней, землянка ножа втри накатом. Все простые парни. Ну, ладно, Ксения, хватит гуси кормить разговорами, клади их после закуски. Ирина, ну, где вы там ходите? Он что, не очухался еще там, что ли? А ты, сержант, давай ешь. Ешь. Да я сегодня целый вечер из-за стола не выхожу. Солдат первое должен быть сыт, второе в тепле. И по пятьдесят, а? И речи быть не может. Ладно, ладно, ну это же за нас, за солдат нашей отчизны, за тех, кто родину защищает. За тебя, старший сержант, за меня, за нас с тобой. Ну, пей, пей. Забыл, как недавно с капельницы лежал? Забыл? Ну, ладно, ладно, рассказывай, сержант, зачем приехал. Тихон, он инженер, автомобилист. Ксения, мужчина в первую очередь солдат, а потом уже кто угодно. Это вот только твой пороха не нюхал. Вот кто автомобилист. Машину туда, машину сюда, туда. Ну, а что ж ты не отправил его порох понюхать и подальше? Ну, Ира. Я отправлю, не беспокойся, еще отправлю. Скорее, он тебя на пенсию отправит. Прекрати, Ира. Предположим, здесь у него кишка тонка. Так что, говоришь, Виктору, в родные места потянуло или дела? А он жениться приехал. Жениться? А это ты что, все еще холостякуешь? А Элька, что ли, сохнешь? Ну, что ты говоришь, Тиша? У Алеши трое детей. Ксения, за ребят, за тех, кому мы можем, оружие наше славное доверить. Водичкой, водичкой тише. Ну, нельзя же так. Ну, есть же предел, зачем людей мучить-то? Да я вижу, уже выпил. Да, а сержант? Алеша, вы что, хотите выпить? Я? Да что вы, никогда? Ну, я не знаю, вот дожили. Значит, трое, говоришь, ну, а квартира там. Квартира. Примерно на пять комнат. Как это, к примеру? Точно, точно пять. Это я свое, считай, забыл. У нас за тройню сразу пятерню дают. Ну, в смысле, пять. Где это у вас? В чете? Леша, я не поняла. Значит, у вас сразу тройня родилась? А что, долго ли умеешь? Ну, ты герой. Настоящий герой. Вот вы, товарищ генерал, про письма рассказывали. А я действительно как-то раньше не додумался вам письмо написать. Можно я сейчас здесь вам письмо напишу? Ну, валяй. Я письма люблю. Уважаемые... Нет. Начну по-другому. Дорогие. Да. Дорогие Тихон Семенович и Ксения Васильевна, пишет вам солдат бессрочной службы Викторов Алексей. У вас там сейчас в столице светло, а у нас уже вечер давно. Извините, что буквы путаются и налезают одна на другую. Это от волнения. Пишу, чтобы поблагодарить вас за настоящую жизненную школу. Вот. Прямое попадание. Дальше много нецензурного про эту жизненную школу. А здесь Ксения Васильевна, поэтому я продолжать не буду. Да-да. Избавьте нас, если можно. Можно. Буду закругляться. Я слышал, что жизнь коротка, но только сейчас понял, насколько. Вот видите, у вас еще светло, а у нас уже полная ночь. Извините. Я пойду. Ну, раз надо, значит, надо. Покойно, пап. Никуда Викторову не надо. Ну, конечно, не надо. Сядь, Леш. Ир. Садись. Так я не понял, ты за матерью, что ли, приехал и решил забрать ее? Решил. Да, но пора. Мы с Ксенией друг за другом присматриваем, а она как? А так ты за ней присмотришь. Да замолчи ты, Тихон. Умерла, Зоя Владимировна. Умерла? Я не знал. Прости, Викторов. Мало того, соседи тут же вселились в их комнаты. Далее, видно, кому надо на лапы вселились. И вечно у них в исполкоме эти дела. А вот тебе как раз представитель этого учреждения очухался наконец. Ну, что вы и богу, Тихон Семенович. Пока тебя откачивали, у нас гость образовался. Вот фронтовик, познакомься. Ирочкин, соученик. Скоробогатов. Викторов. Лицо что-то знакомое. Наверное, в альбоме у Ирочки видели. Наверное. А что, сержант, страшно воевать было? Воевать. Я вот в армии на баяне играл. У нас на точке баянчик старенький был. Солдат отслужил, оставил дослуживать. Ну, вот я и играл иногда. А при чём здесь баян? Чудный инструмент такой. Под каждой кнопкой, будто человек поёт. И так поёт. А у нас баяна нет, у нас пианино стоит пылиться. Мать хотела из неё музыкантшу сделать. Нет, на пианино я только собачий вальс могу. Сыграть? Сыграй. Зачем? Ну, зачем, Ирочка? Мы все знаем это произведение. Тихо. А к славянку можешь, а, Виктор? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет, только собачий вальс. Сыграй. Сыграй, сыграй. Ну... Ещё играй. Алло. Да, Михаил Сергеевич. Простите, мы как-то не обратили внимания. Простите, спокойной ночи. Кто это? Ну, не делай вид, что ты не знаешь. Звонили и спрашивали, знаем ли мы, что второй час ночи. Правда, для музыцирования слишком поздно. Ира, может, в следующий раз? Пойду я. Ну, пожелаю. Успокойся, папа. Никуда он не пойдёт. Ну, не пожелаю. Да-да, посидите ещё. Время есть. Завтра выходной. Куда спешить? Спасибо, мне пора. Пойду. А я говорю, не пойдёшь. Никуда он не пойдёт. Ни сегодня, ни завтра. Садись. Да, да, оставайтесь, Алёша. У нас квартира большая. Дело в том, Толя... Да-да, Ксения Васильевна, я слушаю вас. Здесь у Алёши жила мама. И случилось так, что в её две комнаты селились соседи. А я так понимаю, что Алёша прямой наследник. И квартира должна быть его. Сосредоточились? Дать бы тебе по башке. Ты, Анатолий, должен разобраться и навести порядок. А я и разбирался. Говорил же лицо знакомое. И что? История непростая, но, боюсь, товарищу твоему ничем помочь нельзя. Почему это нельзя? Всем, значит, можно, а ему нет. Так что ли? Толя, мы знаем Алёшу с семи лет. Ксения Васильевна, прошу, не надо. Как это не надо? Как это не надо? Если человеку это принадлежит по закону, значит, он должен это получить. И всё. Тут альтернативы быть не может. Всё равно этот дом скоро снесут. Стоит ли об этом говорить? А снесут, новую квартиру получат. Давай, Анатолий, рассказывай, как это делать. Только чётко. Не нуди. Я же вам вполне чётко сказал. Шансов никаких. Дело в том, что гражданин Викторов долгое время на этой жилплощади не проживал. Завещание, за которое можно было бы зацепиться, гражданка Викторова не оставила. И у гражданина Викторова, в свою очередь, даже нет документов, подтверждающих родство. Как нет? Нет и всё. Не знаю как. Ну, Викторов, я тебя не узнаю. Как это ты не знаешь? Солдат должен знать, что у него и где. Вот запасной рожок от автомата. Где находится? В подсумке, на поясе. Вообще-то мы их изолентой испарим. А документ, подтверждающий родство. Тихон Семёнович. Отвечай, солдат. Ну, отец, хватит тебе. Заладил. Солдат, солдат, солдат. Он инженер, автомобилист. Слушай, Ксения, ты мужские дела не суйся. Раз говорю, солдат, значит солдат. И я горжусь им. Да, я, генерал, горжусь, что знаю его. Ибо он один из тех, кто грудь свою подставлял под пулей в наше мирное время. А кто его отослал на это испытание? Кто? Я. Значит, мы с ним теперь как братья. Понятно? Вот так, солдат. Викторов, меня, как говорится, в горячей точке пуля прошила, тебя ранило в сердце. Значит, мы с тобой теперь как братья. Ты можешь мне говорить, генералу, ты. Говори мне, генералу, с этой минуты, ты. Да, ну, Тихон Семёнович, что вы. Тыкай мне и точка. Ну, ну. Тихон Семёнович. Тихон, можно тише. Ну, началось, поехало. А баба, прошу, не встревать, когда пушки разговаривают. Ясен приказ, я кого спрашиваю. Кстати, это тебя тоже касается. Ты почему не служил? Почему не служил, отвечает? Тихон Семёнович, по-моему, вы через край берёте. Перегибаете малость. Мы-то как раз не перегибаем. Это вы, мастера, перегибать. Если бы не ваши перегибы, мы в начале войны имели бы прекрасных командиров. А вы, говорите, перегнули. Перегнули. Тихон Семёнович, побойтесь Бога, я-то здесь при чём. Да вы всегда не при чём. Говорю, у вас и вы с полкомидорчиком. Это что творится. А ты-то глазами хлопаешь. Ксения Васильевна, Ирина, оградите меня, пожалуйста, от несправедливых упрёков. Вот-вот. То есть, что сразу за бабью юбку Ксении Васильевны. Ксения Васильевна, ребёнком в партизанском отряде, связной была, бойцов из-под пуль таскала. А ты что? Ты почему не служил? Да кафедра у меня была военная. Ка-федра. Ах, кафедра, кафедра. Да ты автомат в руках не держал. А враг нагрянет. Ты где будешь? Бумазочки будешь? Ты со стола на стол перекладываешь? Это по телефону. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Машину, там машину. Так. Отвечать. Мы сдавали нормативы. Из автомата, из пистолета, как командный состав. Вот. Из-за такого командного состава мы в сорок первом до Москвы и пятились. Побойтесь Бога, я-то здесь при чём? Вот-вот. Вы все ни при чём. Ирина, ну-ка принеси мне пистолет там в кабинете, в правом ящике. Тише. Ты что? Зачем? Нормативы говоришь? Неси-неси. Ключ там, в чернилице. Вы что, серьёзно? Нет, мы шутки будем шутить в два часа ночи. Раз, два, три. Ира, зачем ты? Держи. Вы оба ненормальные. Оба. Так, здесь, конечно, метров десять до стены будет. Ира, дай мне какую-нибудь вазу из буфета. Тихон, Тихон, ты что, с ума сошёл, что ли? Тихон. Перебери. И не подумаю, я ещё не сошёл с ума. Если хотите, стреляйте со своим папочкой. Ну, не в тебя же стрелять, тебе. Ира, прийди в себя, подумай, о чём ты меня просишь. Тихон, Михаил Сергеевич звонил, когда мы на пианино играли, а ты сейчас палить хочешь из оружия. Ничего, ничего, пусть привыкает. Убери, пожалуйста, от меня этот пистолет. Я стрелять не собираюсь. Даже если я скажу, что уйду от тебя. Даже если так. Ну, давайте я покажу, как это делается. Для примера. Нет, нет, тут, конечно, десяти метров не будет, ещё рука вытянутая. Тихон, не позволю. Нет, нет. Ты стой, стой, там щель есть. Тихон, ты что, совсем охренел? Ну, вот и перешли на ты. Теперь брудершафт и споём. Ревела буря, гром гребел, во мраке молнии блестали и беспрерывно гором гребел. и в беде... Ну, кто там ещё? Скажи, я однополчанином встретил. Да, Михаил Сергеевич. А, спасибо. Это Михаил Сергеевич. Ему песня нравится. «И ветры в дебрях бушевали Товарищи Товарищи его трудов В стране суровой и угрюмой Среди раскинутых шатров» О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Эх! Какого парня своими руками оттолкнули? Ксения, тебе не стыдно? Мне за тебя стыдно, Тихон. Понимаешь, бабы все заварили. Да брось, Тихон. Ты меня сам-то не очень-то любил. Я ж помню. Виноват, моя недоработка. Хочешь, накажи. Хочешь, следующую пить не буду. Знаешь, меня отшло успокаивает. Ты своего добился. Как говорится, порядок в танковых часах, а? Ну, как сказать? А, понимаю, понимаю. Ну, у нас, знаешь, тоже не всегда мы в мирное время. Я тебе вот что скажу. Знаешь, если будешь бывать в наших краях, сразу ко мне, ночь, полночи, есть Ирка, нет Ирки, ко мне. Мы с тобой охоту устроим, костерочек, закусочки. Подходит? Подходит. А на них не смотри. На них не смотри. Это они мне напели. Сунь его подальше. Сунь. Ну, ты же меня знаешь. Если я суну, то никто не высунет. Ну, подальше, знаешь, на дальние рубежи нашей необъятной отчизны. Но ты, мужик, правильный. Ты понял, что я тебе хуже не сделал. Понял? Понял. Главное так начать. Я не помню, а из-за чего вся эта каша заварилась, не? Да я тоже не помню, Тихон Семенович. Тихон, можно тише. Тихон, третий час ночи, пора спать. Да ладно, выспимся на том свете. Ой, что ты говоришь такое? У тебя какой институт? Я тебе уже сегодня тысячу раз говорила. Автодорожный, автодорожный. Да нет у меня никакого института. А, это плохо. Автодорожный, автодорожный. Это плохо. Это дело надо поправлять, Викторов. Идти мне надо. Извините. Там ночной рейс есть, кажется. Пойду. Стой. Как это ты пошел? Как это ты пошел? Ир, но ведь поздно уже. Нашумели тут. Неудобно. Перед кем это тебе неудобно? А, сержант? Перед кем это тебе неудобно? Отвечай. Да поздно, Ир. И вообще. А передо мной? Передо мной тебе удобно, сержант? Отвечай. Я приказываю. Не надо, Ира. Ира, ты брось права качать. У тебя вот свой есть, ты им и команду. Погоди, пап, дай мне самой теперь с сержантом разобраться. Ирина, как же ты можешь, после того, что ты мне говорил, взять и уйти. Как же ты можешь, а? Ирина, я не понимаю, почему ты задерживаешь человека? Что с тобой? А со мной все в порядке. Ира, уже поздно. У Алеша самолет, он может опоздать. Хватит, мам. Вы уже один раз отправили Лешку на самолете. Больше этого не повторится. Теперь я все буду решать сама. Сама. А я не понимаю, о чем ты говоришь. Ах, не понимаешь. Ты не понимаешь. А скажи, пожалуйста, это не по твоему предмету. Лешка не мог сдать экзамен, и его из института выгнали, а? Не по твоему? Да. У Алеши были трудности по иностранному языку. Да ладно, не больше, чем у других. Но зачем об этом вспоминать сейчас? Нет, сейчас. Вот именно сейчас. Иначе все останется на своих местах. Ира, я не понимаю, что тебя не устраивает в том, что было? Все. Я хочу стать сама собой. Мне смешно. Но кто ж тебе мешал в этом? Вы. Че ты так на меня смотришь? Вы и мешали. Да, мама, ты и папа. Ира, побойся Бога. Мы всю жизнь только и делали, что помогали тебе. Мы всю жизнь только и делали, что выполняли все твои желания. Хочу, не хочу. Тихон, Тихон, ты послушай, что она говорит. Тихон, ты послушай, до чего мы дожили. Нет до лет. Ирина, извини, но ты не права. И Ксения Васильевна, и Тихон Семенович все всегда делали для твоего блага. Они сложные, но прекрасные люди. Да, да. Они прекрасные люди. И один из этих прекрасных людей убил во мне женщину. Замолчи, это жестоко. Это жестоко и несправедливо по отношению ко мне. Ведь ты это знаешь. А по отношению ко мне не жестоко. А по отношению ко мне не жестоко, что у меня нет детей. Что я одна. Что значит одна, Ира? Мы все с тобой и все очень тебя любим. Все, значит, никто. Ира, это истерика. Утром тебе будет стыдно за то, что ты наговорила здесь всем. А утром меня здесь не будет? Как не будет? Я уеду. Куда? С Викторовым в Читу. Перелет. В Читу? Прекрасно. Но позволь тебя спросить. Как быть мне? Что будет с нашей семьей? Да какая семья, Толя? Ну какая семья? Что значит для тебя семья? Дом? Мебель. Деньги. Какая семья? А любовь, Ира, разве любовь, Ира, для тебя ничего не значит? А не было никакой любви. Не было и не могло быть. Все осталось там, в кабинете. С белой плиткой и с белыми санавесками. Где одна чудесная женщина лишила меня ребенка и возможности понять, что это такое. Я все прощаю тебе. И заявляю тебе при всех, что тебе не удастся одним махом перечеркнуть все эти годы. Все эти годы, которые мы прожили вместе. И о том, что сегодня случилось, я тебе никогда не напомню. Ты тоже это прекрасно знаешь. Не знаю. Так знай. Знай, что легче всего вот так вот взять и в один момент все вымарать. Но ведь ты сама мне говорила, что благодарна за все и что любишь меня. Это был супружеский долг Викторов. Меня так воспитали. И это неправда. Я понимаю, понимаю. С годами чувство сглаживается. Даже самая пылкая любовь проходит. Но остается что-то другое. И это другое может быть более сильное, чем любовь. Более притягательное. Не было ничего. Нечему и оставаться. Но ведь все проходит. И это пройдет вместе с ночью. Утром ты будешь другая. Ты будешь обычная Ира. Поэтому я все сделаю сейчас. Ира, но это так же не решается. Тихон. Сержант. Прости, мама. Но мы уже все решили. Леш, скажи им, что ты мне говорила. Ира, как тебе не стыдно? Ну, что ты требуешь от Алеши? У него же своя семья, дети. Тихон. Ира, у него же трое пацанов. Куда тебе ехать? У тебя здесь дом, работа. А, у Викторов здесь нет дома. Я же объяснял. Я ничего не мог сделать. Все мои действия были бы противозаконны. Я очень хотел помочь Викторову, хотя тогда вовсе не знал, что вы знакомы. Ой, ну какие вы все честные, когда дело касается не вас. Викторов, объясни им всем, прошу тебя. Да, да. Объясните всем нам, пожалуйста, что вы будете делать со своей семьей. Поступите так же, как Ирина. А у него нет семьи. Ну, почему же? У твоего приятеля есть семья. Так же, как и у тебя. Да нет у него семьи. Он же пошутил. Это же неправда. И про Ваньку, Таньку неправда. Скажи им, Викторов. Ира, здесь не все так просто. Не Танька и не Ванька. А один. Одна. Дочь Ирина. Семьдесят шестого года рождения. Да? А, да. Дочь. А, дочь. Дочь учится в хореографическом училище на балерину. Она стала балериной. А, Викторов. Ира, поверь мне, что в этой жизни очень редко что-то случается помимо твоей воли. Ты вспомни, ты вспомни, как ты сама, сама не хотела выходить замуж за Виктора. Ты вспомни, как в этой самой комнате ты просила меня и отца сделать что-то, помочь тебе. Да, в этой комнате ты плакала, кричала, билась, что ненавидишь его. Да, да, да. Было такое. Куда денешься? Было. Это было от злости. Я ничего не понимала тогда. Каюсь, Алеша. Мы были не в восторге от этого брака. Но мы желали Ирочке только добра. И мы с Тихон Семеновичем понимали, что насильно, мил, не будешь и смирились. Но в этот момент у вас что-то сломалось. Ведь правда. Сознайтесь, Алеша. А мы уже к свадьбе готовились. Да, я уже кур закупил, целый холодильник. Водки столичной сам завозил. Ой, Господи, ты при чем тут куры, при чем тут водка? Разве вы, Алеша, не могли позвонить или написать из армии, если вы так любили Ирину? Или ты, Ирочка, позвонить или написать? И мы были бы не против. И когда твоя злость, как ты называешь, прошла, ты бы могла поехать туда. И мы бы дали тебе денег на дорогу. И мы были не против. И отец бы выхлопотал бы отпуск к Викторову. В два счета вы все оформили? Нет, нет, Ирина. Вы теперь выясняйте свои отношения сами. Мы только вам помогали. Ты делала все, как хотела сама. И с ребенком. Это для меня была больная и тяжелая тема. Ты вспомни. Как я тебя уговаривала. Сколько ночей я провела в твоей комнате. Говаривая не делать этого. Ну а потом, тогда я просто помогла тебе. Ну почему, почему вы помогали мне? Вы не должны были помогать. Хотя это уже не важно. Главное, что мы любим друг друга, да? Что ты мне здесь говорил? Ты ведь меня целовал здесь. Ира, прошу тебя. Вокруг тоже живые люди. Ну ты же меня любишь. И я тебя люблю. Я буду любить тебя всю жизнь. Ну сколько нам осталось, Леша? Ира, утро вечером утренее. Но ты же в своей жизни уже совершила поступок, о котором ты теперь сожалеешь. Тихо. Ирина, Ирина, мать права. Да нет же, папочка, нет. Ну что ты так говоришь? Нет же, нет. Алеша, Алеша, ну вы хоть ей скажите. Ира, Ксения Васильевна права. Да в чём? Права. Да во всём. Во всём, понимаешь? Мы имели шанс ещё тогда. Мы не имеем никакого права. Молчи, молчи. Я знаю. Это ты специально. Я же тебя знаю. Ты всегда всем уступаешь. Они сейчас уйдут. Я вас очень прошу. Пожалуйста, идите. Ира, не надо. Толечка, миленький, ну уйди. Ну я очень тебя прошу. Лёш, мы сейчас одни. Я всё понимаю. Только скажи, любишь меня? Ира. Ну скажи, любишь? Да. Ведь если этого мы сейчас не сделаем, мы потом не сможем себе объяснить, почему. Лёш, ну не молчи. Ну скажи мне хоть что-нибудь. Ну скажи мне, ведь ты один. Я ведь я же знаю, что ты один. Один. И прекрасно. Я тоже буду одна. Он отпустит, я знаю. Он, в общем-то, хороший. Но только я его не люблю. И мы уедем. А хочешь, останемся здесь. Хочешь? Ну видишь, как к тебе отец относится. Он будет рад. И мама. Она тоже будет рада. Они ведь очень хорошие. Ира, как ты не понимаешь? Ну чего я не понимаю? Мы же один раз уже все решили. Сами. Еще тогда. Нет, 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 нет. Все не так. Мы с тобой уедем. Хочешь в Читу? Я буду работать. Я буду преподавать в школе. Я ведь могу преподавать. Какая Чита? Какая школа? Меня уже нет. Нету. Как ты не чувствуешь? Мне правда. Ты есть. Ты есть. Ты точно такой же, как был. Правда. Даже еще лучше. Мы начнем все сначала. Ой, что ты? С белого листа. Молчи, молчи, молчи. Мне больно слышать это. Это же хорошо. Это хорошо. Значит, ты живой. Значит, ты живой. Стой здесь. Я прошу тебя. Стой здесь. И жди меня. Я быстро. Ладно, жди меня. Я быстро. Ничего лишнего брать не будем. Все только самое необходимое. Все с нуля. А дом у тебя какой, деревянный? Все сделаем в деревенском стиле. Будем копаться в земле. Превратимся в таких деревенских жителей. Я буду варить медовуху. Сушить грибы. Что ты молчишь, Леш? Ну, что ты молчишь? Все будут счастливы. И мы тоже. А, Леша, ну, что ты молчишь? А? Леша? Леша, где ты? Леша, ну, что ты молчишь? Ну, мужики, вставочки делаем. Старший сержант Викторов. Два года Афгана. Десять из десяти. Лейтенант Круглов. Афган. Дворец Амина. Ну, кто на лейтенанта? Делаем вставки. На лейтенанта. Есть. На лейтенанта. На лейтенанта. На летеху. На летеху. Ну, что, а на сержанта? Ну, кто поставит на сержанта? Я. Ну, что, нет добровольцев-то. Ну, кто оставит на сержанта? Я. Ну, кто на лейтенанта. Сколько тревог, сколько дорог, и на дворе весна. И изо всех этих дорог наша всего одна. Но в суете этих дорог мы разбрелись, любя. Кто-то помог, кто-то помог мне потерять тебя. И все, что с нами было, как будто бы приснилось. Сирень и наш с тобою десятый класс. Давай опять вернемся к тому, что не случилось. И все еще случится у нас. Юность была, глупой была, и не моя вина. Кто нас развел, жизнь развела, только одна, одна. И в суете разных дорог мы разбрелись, любя. Кто-то помог, кто-то помог мне потерять тебя. И все, что с нами было, как будто бы приснилось. Сирень и наш с тобою десятый класс. Давай опять вернемся к тому, что не случилось. И все еще случится у нас. Субтитры создавал DimaTorzok